Муза Рукоделия Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик и тогда вы первыми будете смотреть мои новые видео. Для Оака Эш я купила вот такую куколку. На упаковке изображена София, но это явно не она. У этой куклы точно такое же тело, как и у Сали, которого я уже закончила. Но мы знаем, что Эш выше, чем Сали. Поэтому для этой куклы, точнее для этой головы, нужно подобрать новое тело. И я его позаимствую вот от этой малышки. Посмотрите, это кукла выше. Сейчас будем собирать гибрид. Я еще не знаю, какой он в результате получится с такой головой. Но даже если кукла будет больше головы, я думаю, ничего страшного. От первой куклы снимаю голову. От этой куклы мне нужно тело. Голова здесь сидит очень туго, поэтому я ее прогрею феном. Пришло время собрать нашего гибрида. Отверстие в голове намного меньше, чем шейный шарнир, поэтому его также нужно прогреть. Отлично! По сравнению с предыдущим аутфитом нашей кукле в наследство, вместе с телом досталось вот такое комбинированное платьице и сапожки. Платье, кстати, сшито неплохо. Оно застегивается вот на такую тоненькую декоративную липучку. Снимаю. Этот аутфит также она поносит недолго. И сапожки. Посмотрите, этот аутфит уже сразу нашел себе новую хозяйку. Это Челси. И платье на нее идеально село, как будто бы на нее сшито. Сапожки тоже хорошо сели, но я их у нее заберу, так как они мне еще пригодятся. Вслед за одеждой будем избавляться от волос. Благо их тут не слишком много, большая лысина и небольшой сюрприз. Вот такая дырка в голове, которую нужно будет маскировать. Так как кукла подделка, вырываю волосы при помощи пинцета. Как вы видите, это происходит очень легко. И вот такой получился лысик. Сегодня, как никогда, кучка волос у нас маленькая. Их я выбрасываю, так как качество здесь просто отвратительное. Сейчас сразу закроем дырку в голове из тоненького фоамирана. Я вырезала кружочек и сейчас его вот сюда наклею. Сделаю это при помощи клеевого пистолета. Жидкостью для снятия лака стираю с лица куклы заводской макияж. Успех не стопроцентный. Губы стерлись полностью, а глаза и брови остались. Поэтому сейчас лицо куклы я замочу в белизне с уксусом. Вот так в баночке с раствором сейчас отмокает наша голова. Весь процесс есть в отдельном видео. Если вам интересно, то ссылка будет в описании. Вот такой получился результат. Все отлично отмылось. Только в этой термоядерной жидкости полностью растворился клей и отпала наша заплатка. Поэтому нужно приклеить ее заново. Переходим к первому этапу. Будем делать прическу. Прошивать голову куклы я буду вот такими коричневыми тресами. Но прежде их нужно подготовить. Нарезаю на небольшие отрезки. Застилаю поверхность полиэтиленом. И сверху на кромку каждого отдельного кусочка наношу клей-момент-кристалл. Оставляю в покое до полного высыхания. Цвет волос крашу голову акриловой коричневой краской. Готово. Вот такой результат. Отправляю сушиться. Краска на голове куклы и клей на тресах полностью высохли. Можно приступать к перепрошивке. Для начала снимаю голову. Волосы по кромке нарезаю на небольшие прядки. Их кончик будет служить нам узелочком. Как всегда, начинаю прошивать с первого ряда. Острым инструментом делаю отверстие в голове куклы. Теперь мне понадобится инструмент для перепрошивки, который сделан на основе ручной дрели и цыганской иглы. Вставляю его в отверстие в голове куклы и вывожу наружу. Беру одну прядку за кончик, опускаю ее в воду, хорошо ровняю пальцами, кончик становится острым. Вставляю его в ушко иголки, придерживаю прядку за кончик и вытаскиваю наружу. Поправляю пальцем. Первая прядка готова. Продолжаю идти по первому ряду. И таким образом я полностью прошила всю голову. Если я сейчас отпущу волосы, то они поднимутся вверх и будут торчать. А нам нужно, чтобы они смотрели вниз. Поэтому сейчас я буду делать укладку кипятком и для этого иду ставить чайник. Кипящей водой из чайника поливаю сверху на голову куклы. Откидываю голову на полотенце, чтобы стекла лишняя влага. А сейчас наша постоянная рубрика «Знакомимся ближе», в которой мы будем узнавать больше друг о друге. В прошлый раз мы с вами устраивали девчачий батл «Эни Мэджик против Эли Ди». Мне тоже нужно проголосовать и я выбираю вариант «Нравятся обе». Теперь я вижу, как проголосовали вы и большинство выбрала «Эни Мэджик». Она набрала 62% общих голосов и тем самым победила. А сегодня по очереди будут сражаться парни. Брайн Мапс против Ивангая. Жмите на подсказочку в правом верхнем углу и выбирайте своего любимчика. А в следующий раз мы подведем итоги и узнаем, кто из них победит. Я надела голову на тело. Стрижку и укладку буду делать после того, как нарисую нашей кукле лицо. Сейчас я подожду, пока волосы полностью высохнут. Они еще немного влажные и буду оживлять нашу героиню. Переходим ко второму этапу. Будем рисовать кукле лицо. С помощью ткани я спрятала волосы и тело куклы. Перед нанесением базы окончательно обезжириваю лицо жидкостью для снятия лака. В качестве основы использую суперклир. Наношу его на лицо куклы в несколько слоев. Клир высох, можно приступать к рисовке. Как всегда, начинаю с глаз. Белой акриловой краской. Закрашиваю вилки. Темно-коричневым акварельным карандашом обвожу контур глаза. Рисую слизник. И выделяю слизистую. Теперь очередь радужки. Она у меня будет зеленого цвета. Сверху радужку затемняю. Низ радужки наоборот высветляю. Обвожу контур. Черным карандашом затемняю уголки. В центре глаза ставлю зрачок. Рисую веки. Я их сделаю опущенными на глаз. Под веками высветляю. Также высветляю внутренние уголки глаз. Под глаза добавляю естественные тени. И совсем немножечко сверху. Изменю форму носа. Сделаю его немножечко шире. Раздушевываю все линии. На глаза ставлю блики. Поднимаюсь вверх. И сейчас буду рисовать брови. Высветляю под бровями. Рисую реснички. Рисую губы. Так как это у нас девочка подросток, то я не буду делать губы слишком яркими. Вот такие пухленькие губки получились. Наведу скулы. И на щечки немножко румянца. Весь макияж заново покрываю клиром. Радужку покрываю прозрачным лаком. И совсем немного на губы. Пока высыхает лак, я иду строить выкройки для одежды. Встретимся с вами уже в следующий раз, когда я полностью закончу эту куклу. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить продолжение. А на сегодня пришло время прощаться. С вами была Муза Рукоделия. До новых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова